Нейросети меняют нашу жизнь каждый наш день. Но знаете ли вы, как они могут изменить вашу учебу или работу? В этом видео я с вами поделюсь реально крутыми находками, которые помогут студенту, потому что 1 сентября уже очень скоро, но и также всем нам остальным, так как я уже не студент, но инструменты меня поразили. Приступаем. Здесь у нас будут инструменты, которые будут помогать нам общаться с веб-сайтами, боты, которые будут всем следить. Все в одном сайте, где можем конвертировать, убирать, удалять, заредактировать изображение видео. Классные напоминалки, ноутсы в вашем телефоне. И главное, что большинство из этих предложений будет бесплатно. Поехали! Первое приложение это тактика. Что оно делает? Оно у нас записывает наш Zoom call, Google call, неважно, его транскрибирует, отвечает на вопросы, помогает нам писать заметки, очень много чего. И я знаю, есть такие сервисы, но этот сервис работает действительно классно. И, как по мне, намного лучше, чем сейчас остальные. Показываю. Мы переходим в это расширение, устанавливаем его в Google Chrome, и дальше внутри него мы можем зайти и подключить его к нашим сервисам, которым мы хотим. Устанавливаем Google Chrome. У нас он в расширениях, мы сюда его добавляем, мы в расширениях его закрепляем, и когда мы только открываем уже тот же Google Meet, он у нас автоматически здесь справа. И, как мы видим, он транскрибирует все, что я говорю. Что мы здесь можем сделать? Первое, что мы можем сделать, поменять язык. Если я говорю не на русском, я говорю на английском, а вы как раз общаетесь с вашим клиентом, иностранцем, и вы очень не понимаете, что он говорит, вы просто включаете это, он транскрибирует. После звонка вы можете просмотреть это все, перевести на ваш язык, сделать какие-то хайлайты и так далее. Что мне здесь еще нравится? Первое, если вы не хотите, чтобы следующий вазонок был записан, либо какой-то момент вы не хотите, чтобы был записан, мы здесь можем всегда остановить. Как видим, я остановила, дальше он ничего не транскрибирует. Я включаю дальше, он начинает его транскрибировать. Дальше, что еще здесь нравится мне? К примеру, кто-то говорит, и ты такой, блин, это такая крутая фраза, я поставлю себе как цель. Мы выбираем себе цель, и у нас она помечается как цель. Если я хочу пометить что-то как вопрос, к примеру, я не поняла, что он говорит, я ставлю вопрос, и у меня он здесь будет под вопросом. После звонка, когда я зайду уже к себе в кабинет, я могу найти все моменты, которые я себе пометила во время звонка. Помимо этого, здесь сразу же можно зайти в notes и прописывать какие-то notes, которые мне помимо этого хочется записать. Следующее, можно открыть этот транскрипт сразу же в Google Doc, его не нужно где-то искать. И самое приятное, 10 бесплатных записей в месяц. Круто, очень классное приложение, честно, пробовала многие, именно это очень удобное. Следующее предложение, не знаю, есть ли у нас любители математики или геометрии, а если вы не любители, но вам приходится это делать, следующее предложение будет для вас. Оно простое в использовании, даже если вы не математик, будет легко им пользоваться. Здесь у нас разработчик использовал API OpenAI, и дал матери GPT математические способности с помощью NumPy. Все очень просто, вы регистрируетесь и просто начинаете задавать вопрос. К примеру, найди дериватив of course x на 2, нашел ответ. Дальше, предоставила ему вопрос, он ему предоставил ответ. Работает реально классно, очень просто в использовании, но стоит 3 доллара в месяц. Следующее приложение, ребята, какое оно полезное, а именно быстро найти любую информацию у нас на сайте. Здесь мы прям можем общаться с этим сайтом, и он поддерживает русский язык. Это расширение для хрома, мы его устанавливаем, закрепляем. Теперь переходим на любой сайт, который нас интересует. К примеру, сюда mindus.com. Мы открываем наш браузер, и он сразу же на русском языке может нам сказать, что это за продукт. Есть нам что-то непонятно, для кого он может быть полезен. И он отвечает мне на вопрос. Маркетплейс может быть полезен для людей из разных профессиональных сфер. Например, для бизнес-аналитиков, чтобы проводить исследования отраслей для путешественника, чтобы получить рекомендации о лучших местах, для программиста, чтобы получать помощь в разработке программного обеспечения. Круто, классный, вообще потрясающий инструмент, упрощает мне теперь жизнь в разы. Бесплатный доступ, ребят. Следующий инструмент для любителей или нелюбителей создавать презентации, потому что здесь этот инструмент создает нам презентацию меньше, чем за 60 секунд. И он, ребята, намного, как по мне, лучше того же Тома, либо того же Гаммы, о которой я вам рассказывала. Каждый день появляются все новые и новые инструменты лучше предыдущих. Почему он мне нравится? Потому что здесь можно создавать презентацию по вашему собственному брендбуку. Здесь можно генерировать графические доклады, которые будут соответствовать цветам, которые вам нравятся, одному единому стилю, шрифты, которые именно подходят вашему брендбуку. Можно интегрировать его с PowerPoint и Google Slides, что делает процесс еще проще. И у нас здесь самое потрясающее, наверное, будет для студентов особенно, бесплатное приложение 7 дней. То есть здесь даже не нужно вводить карту, ты просто пользуешься на постоянке 7 дней. И только после 7 дней тебе предлагают ее уже оплатить. Как она работает? Ты сюда заходишь, загружаешь какой-нибудь драфтик, к примеру, сэмпл. Ты можешь использовать их же сэмпл. Загружаешь. Дальше ты выбираешь цвет, какой будет цвета вся твоя презентация. К примеру, я люблю розовенький. Дальше ты выберешь, какие шейпы у тебя будут присутствовать на твоей презентации. То ли это квадратики, то ли это треугольнички, кубики, сердечки. Вот мне нравится вот этот стиль. Дальше загружаешь сразу же свое лого сюда. Выбираешь, какая тема презентации, технологии, инновации, бизнес. И он под бизнес подбирает классные шаблоны. И дальше мы выбираем также фон, который будет теперь идентичен во всей презентации. К примеру, IBM BlackSense. Сгенерировать. И всего за несколько секунд, ребят, у нас генерированная презентация. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слайдов. Где мы можем каждый из слайдов менять изображение, менять лояуты, менять бэкграунды. Все очень удобно. Как по мне, так намного удобнее, чем тот же Том. Да, здесь нельзя самому сгенерировать картинки. Но по чесноку Том генерирует картинки тоже так себе. С ним разобрались. Следующее предложение. Я про него раньше говорила, но, возможно, вы его забыли. Напоминаю, Tutor.ai бесплатное обучение на различные темы с проверялками. И оно, кстати, понимает русский язык. Не всегда может отвечать на русском языке, но понимает. Tutor.ai у нас такая платформа. Мы вводим интересующую нам тему, к примеру, энтропия. И он мне выдает в разные варианты курсы, где я могу научиться энтропия. Где я хочу научиться? Я хочу научиться статической энтропии, механике, либо энтропия в космологии и так далее. И дальше то, что я уже выбираю. Мы заходим и переходим к каждому из уроков. Мы читаем. После того, как мы прочитали, мы проходим квиз. Отвечаем на разные вопросы. И переходим к следующему уроку. Помимо вопросников вы также можете получить примеры. Потому что в основном навсегда понятнее на примерах. Мы нажимаем на examples, и оно нам рассказывает примеры. Мы можем этот урок сделать проще. Особенно, если мы изучаем физику. И он нам напишет этот же урок проще. Платформа бесплатная. Поюзайте. И обучитесь каким-то навыкам. Да, супер глубоко вы не научитесь. Но про что-нибудь почитать, что-нибудь узнать новое. Можете использовать эту платформу. Следующее приложение станет вашим помощником. Если вы, как я, много разных дел. Все это везде по разным местам. И в итоге какие-то до встречи, какие-то звонки я пропускаю. Это приложение, ребята, первое, бесплатное. Есть и на телефон, и на компьютер. Подключаешь на компьютере, сканируешь сразу себе на телефон. Что здесь можно делать? Первое. Писать просто заметки. Но к заметкам ты также можешь написать время их выполнения. Да, возможно, добавить себе ремайндер, что тебе точно нужно это дело сделать. Второе. Что здесь можно? Если тебе нужно чем-то, чтобы тебе напомнили. Ты пишешь, опять же, в заметочку. В какое время, чтобы тебе напомнили. У тебя поразвенит будильник, высветится. Помнишь, тебе нужно сделать именно вот это. Если вы любите, как я, ставить галочки, то это приложение тоже в этом поможет. Мы прописываем все наши задачки. И потом, когда вы ее завершили, вы просто нажимаете на галочки. Поэтому, если вы ищете понятное одно приложение, в котором будут решаться все ваши задачки, напоминашки, то ТВОС бесплатный. Попробуйте, потом напишите, как вам. Потому что мне очень понравилось. Следующий инструмент, ребята, у нас есть Humata.ai. Humata.ai – это помощник работы с файлами. Если у вас не версия 4, то у вас нет такой возможности в чате GPT вставлять ваш документ и потом с ним общаться. Вы можете использовать Humata.ai. Загружаем туда наш документ и дальше с ним уже общаемся. Мы можем задавать вопросы о своих данных, получать ответы. Она понимает сложные документы в 100 раз быстрее, чем человек, суммирует, извлекает информацию. И самое, что мне понравилось, можно создавать конспект с файлом. Удобно, попробуйте. Оно у нас бесплатное, но также есть премиум-версия от 15 долларов. Если вы поймете, что вам нужно больше функционала, соответственно, мы оплачиваем. Особенно, если у вас нет чата GPT-4, то попробуйте Humata. Следующий инструмент. Только не использовать его на моих видео. Transvrive. Инструмент, который повышает нашу продуктивность просмотра того же YouTube в 10 раз. Как это работает? Мы загружаем любое видео, которое нас интересует. Ссылочку туда. И просто общаемся сразу с этим видео. Это будет особенно полезно именно с обучающими видео, где у нас какая-то лекция. Возможно, мы не поняли это видео, мы можем с ним общаться. Ты пишешь, я вот не понял, что автор имел в виду вот это. Объясни. И он тебе с помощью искусственного интеллекта также объясняет то, что имел в виду автор. Загружаем там тоже видео мистера Биста. Говорим, о чем это видео. Вначале узнаем, о чем это видео. Если нам понравилось это видео, напиши основные моменты с этого видео. Он нам его объясняет и так далее. Следующий инструмент, ребята. 12 FT.io. Когда-нибудь вы встречали такое, что вы хотите прочитать какую-то статью, а она платная. И вы не можете на нее зайти. Так вот, вот такой вот есть сайт, который обходит платные стены. Как это работает? Новостные сайты, они хотят, чтобы Google индексировал их контент. Поэтому он не показывает платную стену для поискового робота Google. И 12 FT.io использует этот принцип показывать пользователям кэшированную, незаблокированную версию страницы. Мы тогда загружаем нашу ссылочку и мы получаем доступ к этой статье. Но работает не со всеми сайтами, к примеру, того же Bloomberg, хорошая защита не работает. Но с другими сайтами я пробовала и срабатывает. Поэтому просто вы знаете такой инструмент. В следующий раз, когда вы захотите посмотреть какой-то сайт, он будет платным, можете на него зайти, вставить туда ссылочку и его прочитать. Ну и последний инструмент на сегодня. Инструмент 30 в одном. Чего здесь только нет. Называется он Tiny Woe. Он бесплатен. И что здесь можно делать? Здесь можно забьюлить бэкграунд, заколоризировать фото. Здесь можно объединить фото, сделать коллажмейкер, убрать фотормарку, убрать бэкграунд, обрезать изображение, добавить текстное изображение. Можно слип изображение, black and white сделать его. Написать. Можно здесь написать параграфы, написать название для параграфов, блокпост идеи, граммари фиксер. Видео. Здесь можно компресс видео, сделать видео ту гифку, затримить видео, mp4 до mp3, аудио ту текст, ресайз видео, тикток видео до вонлоудер. Ребята, здесь это настолько классный, полезный веб-сайт. Лайк, коммент, подписка точно за него. Бесплатный сайт используйте. Все ссылочки я оставлю в описании. Надеюсь, вам это видео очень понравилось. Вы теперь на 100% готовы к бизнесу, к учебе, вообще ко всем челленджам в вашей жизни. То, что с этими инструментами в вашей жизни проще. Ну все, до следующей недели. Пока.